Строились! Строились! Смирно! Белые металлургии получают военные специальности в подшефной части предприятия. В рамках этого соглашения мы призываем к себе выпускников Пероуральского металлургического колледжа. Они проходят службу у нас в части в течение года. И после демобилизации из рядов вооруженных сил Российской Федерации лучшие из них идут работать на Пероуральский новотрудный завод. Получается, сотрудничество взаимовыгодное. Взаимная выгода такого сотрудничества налицо. Предприятие получает высококвалифицированных специалистов, физическая подготовка которых тем более не вызывает нареканий. А воинская часть шефскую помощь. Недавно силами ПНТЗ здесь обновили плац и отремонтировали дороги. А еще построили современный спортивный центр. На его базе и готовят призывников. До обеда мы идем в зал сначала, потом занимаемся, там час, потом идем на обед. Все. И также в 6 часов у нас физо. Там кто-то в зал, кто-то в футбол идет играть. Воинская служба в горном щите проходит в рамках пилотного проекта. Сегодня это пример успешного государственно-частного партнерства. Очередной раз в этом убедились представители новотрубного завода. Сотрудники образовательного центра ПНТЗ прибыли не с пустыми руками. Солдатам они привезли спортивный инвентарь. Помимо тех проектов, которые уже завершены, то есть полностью у нас построен спортзал, то поле, на котором мы находимся, восстановлено стрельбище, на котором вполне можно проводить все занятия. Один из основных проектов, который сейчас идет, это строительство новой казармы. То есть с нуля на только что освободившейся площадке будет построена новая казарма для военнослужащих, которая будет уже современной, хорошо оснащенной. Курс молодого бойца со спортивным уклоном эти призывники еще только проходят. Служит лишь второй месяц. Демобилизация предстоит в сентябре 2015-го. Сразу после армии многие молодые люди планируют начать работать на новотрубном заводе. Алексей Вербицкий, Максим Заголдный. Хроника дня.